И в начале выпуска о первых нарушениях накануне октябрьского голосования. По данным общественного совета «Честный выбор» отличиться успели как минимум две политических партии и одна типография. Так, в некоторых магазинах крупной торговой сети обнаружены агитационные листовки, наклеенные на ячейки для хранения личных вещей. Печатные материалы были размещены без указания выходных данных в нарушении 54-й статьи федерального закона. Этой же партией распространялись блокноты и самоклеющиеся ленты с лозунгом «500 миллионов в силу». Подобные обещания могут быть расценены как подкуп избирателей. Еще одни претенденты на мандаты внесли в список кандидата с сомнительным прошлым. В 1998 году против выдвиженца было возбуждено уголовное дело в связи с растратой государственных средств. Также общественный совет «Честный выбор» потребовал обратить внимание правоохранительных органов на имманжелинскую типографию. Ведь значительная часть агитационных материалов, выпускаемых с нарушениями по данным избиркома, печатается именно здесь. Тут же изготавливается экстремистский бюллетень «Наша российская правда-3».